Олег Пермяков, приветовый директор! Я 67 лет, я в компании Жанет, работаю сперва в 2014 году. Ура! Как хорошо, что я Жанет! Как хорошо, что вы тоже там сделали снег. Вы согласны? Это правда очень хорошо. Я вчера приехал на машине, я очень люблю на машине ездить, и в конечном итоге из Херсона я ехал на такси. В общем, на 3 такси я добирался на своей машине, но вот из Херсона, я в Херсоне на автобокзале, я подошел к таксистам, говорю, а есть такие, кто в Киев может отвезти? Ну, мужики там встрепенулись, один говорит, я могу, но это будет стоить! Я говорю, ну давай, поехали, а у тебя только, скажи, чтобы только машина была не торотайкой, чтобы нормально было ехать. Ну, машина крутая, но это будет стоить, потянешь ли! Короче говоря, он со страхом выговорил цифру, 250 долларов, я говорю, ну поехали, поехали! И мы поехали, мы ехали часов 7, наверное, или 8, ужинали в ресторане, обедали или ужинали, не знаю, что там было. Короче говоря, он рассказывал мне свою жизнь. Хороший человек, мужчина 42 года, бывший спортсмен, качок бывший, а сейчас просто такой грузный дядя, 42-летний мужчина. Уставший, измоданный, стареющий, и с какой-то такой... Мне так было жалко с ним расставаться, и особенно было жалко его, когда мы въехали в Киев, я говорю, давай тормози здесь, я сейчас первое такси увидим городское, и ты давай разворачивайся, и скорее езжай, потому что ему все равно надо обратно возвращаться. Я так прикинул, в 650 километров ехать туда, потом 650 обратно, 250 долларов, у него там напарники, которыми он должен разделить этот доход. Он сделал вид, что это для него обычное дело, но это большая редкость, из разговора с ним я узнал, что он редко так зарабатывает таксист. И он мне рассказал всю свою жизнь, как трудно и тяжело он трудится, как он был дальнобойщиком, как он работал на автобусе, как он работал там. Он рассказал мне про свою семью, что у него есть брат, что у него вторая семья, мама с папой. И он рассказал, как он помогает родителям, и как надо, как он уговаривал своих родителей, которые старики. Отец 45 лет проработал на заводе в Терсоне, и он старый человек, ему надо помогать. Этот старый человек моложе меня на 5 лет. И он разгаривает мне это все. И вот он бьется за эти деньги, я вижу, как он их зарабатывает. А потом говорит, вот там надо, значит, я предлагаю папе, давай продадим твою квартиру, зачем вам на двоих трехкомнатная, за нее надо много платить. А была бы там комнатная, вы платили меньше, а эти деньги там, ну короче, вот он об этом серьезно разговаривает. Я вот сижу, слушаю его. И как отец такой непонятливый, вообще какой-то деревянный, рассказывает, что эта квартира от Советского Союза ему досталась, она ему дорога, он не может ее продать. Что за люди? Как тяжело работают люди. Вот сегодня я здесь смотрю, сижу, вот слушаю вот этих людей, вот эти, которые у вас здесь говорили, все рассказывают свою историю, у всех начиналось невесело, непросто, трудно. И как бы все вырвались. И как вы, я вас уверяю, все, даже те, кто еще ничего не добился здесь, но как бы все вырвались, потому что вы об этом узнали, об этой возможности. И теперь у вас есть шанс. А у тех ребят нет шанса никакого. Он износил себя уже в 42 года, износил. Он говорит, да у меня и в лес, я еду, потом мне надо на обочину, час поспал, я дальше могу. С 8 утра он уже работает, я с ним в 2 сел, в 9 вечера он поехал обратно, еще 650 километров, чтобы завтра в 8 с того выйти, заработать свои 500 гривен. В лучшем случае. И он рассказывает, как он бензин, как газ, как вот это все, вот он совершенно, чтобы чуть-чуть, чуть-чуть сэкономить. Так все живут. Я родился в Сибири в 1949 году, закончил военно-морской училище в Владивостоке и приехал на Черноморский флот служить лейтенантом. Мне было 22 года, я был офицером, полный надежд. И я служил в Родине. И тогда вообще они о чем не говорили. Я был холостым, меня спускали на берег, отпускали отдохнуть на берег один раз в месяц вечером. И утром я должен быть на подъеме в лавах. Как в зоне. И это было нормально. Я плавал по 9 месяцев в океане и возвращался, чтобы через 2-3 месяца снова идти. Я увидел сына своего в 9 месяцев, когда он уже ходить начал, первый раз. За какие деньги? Может, за медали? Может, за награды? Так работали в шахте, так работали в сельском хозяйстве, так работали на заводах, так работали через денег. Основная масса. А что сейчас не так работает основная масса? Еще хуже. Потому что капитализм наступил. Вы согласны со мной? Люди не понимают, даже не понимают, что есть другая, совсем другая жизнь. Другая жизнь. Где спрашивают? Олег Григорьевич, а вы сегодня ели ресерс? Ну, рефератрон же это что? Ну, и рассказ вдалкивает в башку свою пустую, что тебе нужен ребенок каждый день. Один, два, три раза. Целый доктор приезжает из Франции и методично закладывает тебе в башку, что ты должен быть здоровым, что ты поколение молодых. Кто о ком заботится? Мы когда сели с этим парнем, с Виктором, ужинать или там обедать в ресторане, он вообще не ожидал, что так бывает. Я, наверное, не знаю, не всех таксистов кормим по дороге. Он прямо, он как ребенок, он все воспринимал, как будто это так с неба рухнул до него. Когда мы расставались, я им дал их 251, он их трепетом брал, как мечта, что-то такое важное. Если бы я ему сказал, что таких денег можно зарабатывать каждые два часа, сидя в качестве пассажира рядом с ним и слушая его интересный рассказ, он бы, наверное, умер там от разрыва сердца. Потому что он не знает, а вы знаете. Кто когда-нибудь мне пришел, я вот закончил службу в 92-м году, когда капиталист пришел, страны разделились, и я думаю, надо попробовать по-другому. Я был успешным офицером, я пробился, я стал капитаном первого ранга, я был начальник, меня слушал, я был приказывать. С одной стороны, меня ругали, с другой стороны, я мог наказывать, ругать, воспитывать и так далее. Власть была, я хоть что-то там как-то на Волге на черный меня возил. И вдруг я при капитализме уволился, и я никто, вообще никто, я пошел, пошел на дядю работать. Потом он понял, нет, это не для этого капитализм пришел, свобода. Я должен что-то попробовать, и я начал. И я тыкался, мыкался, чего я только не делал. И я понял, что надо учиться продавать. И у меня был бизнес, и я пытался там что-то заработать, но меня только обували. И разували, обували, разували, обували, и долги только росли. И наконец я попал случайным образом, попал в место, где, оказывается, есть другой подход к жизни, к бизнесу. Я попал в компанию, которая занималась здоровым питанием, с продуктами для похудения и так далее. И я узнала, как это, что есть такие продукты, которые полезны для здоровья. Я думал, только колбаса докторская нормальная. Пиво, стюардесса, ну вы понимаете, что я не знаю. Никто никогда мне об этом не говорил. А потом еще там сказали, что ты можешь зарабатывать, если будешь помогать другим. Если будешь о других заботиться. И кружочки вот это. Из меня как попало. И я увидел, я еще тогда плохо понимаю. А я сейчас, из-за своего опыта, после 20 с лишним лет работы в сетевой индустрии, я уже понимаю, я могу разделять, препарировать, разделить и посмотреть в среде, какая она жизнь. Послушайте, мы счастливейшие люди, что мы только знаем об этом. Кто когда обо мне позаботился, когда меня на логовое накрывало, там, просто так? Кто когда обо мне позаботился, когда мой товар на дороге останавливали и выгружали себе и собирали? Кто меня спросил? Тебе хорошо, у меня нет. Где может быть награбленный значок? Смотри, вот будешь участка возить, здесь мы тебе сначала один, потом другой, предельный значок. Никто не спрашивал. Ой, ты в долгах? Ай-яй-яй, квартиру отбирают? Ай-яй-яй. Кто спрашивал, что надо было там на много тысяч занять, делить, что-то купить, чтобы что-то заработать? Ну вы понимаете, о чем я говорю? Кто когда пришел мне и сказал, как ты работаешь, правильно так работаешь, почему ты плохо работаешь? Надо работать правильно, смотри, вот я твой смонсор, я твой смонсор, у меня за тебя душа болит, тебе надо вот так вот так делать, давай я тебе покажу. Хоть бы раз, ты бы в жизни обо мне бы позаботился. Меня только обманывали, пытались надуть. Одни против или кого-то, ну да или нет? Да. А кто-нибудь вызвал меня на сцену и сказал, а сейчас выйдет самый крутой бизнесмен, кто все. Он заработал 3,5 копейки. И кто-нибудь по меня сказал спасибо. Никто, кроме единственного человека, жены, которая поддерживала меня до последней минуты, когда я уже все, после 10 лет в таком прекрасном бизнесе ничего не мог заработать. Не мог он, вот не мог он. Такой умный, такой красивый, такой талантливый, не мог он. Не мог. Судьба, Бог. А потом он сказал, вот так вот надо, Бог. И я начал зарабатывать. Знаете, когда я начал зарабатывать? Когда мне было уже 56 лет. Я начал зарабатывать деньги. До 56 лет я был в долгах и в состоянии пред инфарктом. От нищеты, от безысходности, от неудач. Особенно ужасно было то, что я видел, индустрия классная, бизнес супер, а я заработать не могу. Не идет, не получается. Не знаю почему. Я 10 лет держался. 10. Поэтому если у вас какие-то неудачи, то вы держитесь. Потому что мы в самом лучшем месте. И в этой компании вам неудач. И в таком, как я тебе говорю. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. Я знаю, что все решается в семье. Поверьте. Все решается в семье. Если в семье есть поддержка, если вас уважают и вам помогают, если за вами кто-то в семье идет, если вас не мочат там со страшной силой, у вас есть шанс. Если нет, то тогда очень тяжело. Очень тяжело. Поэтому нужно добиться того, чтобы в семье у вас была поддержка. С этого надо начать. Завтра у нас будут треники целый день. И у меня есть план. У меня есть план, как стать бриллиантом быстро. Кто-нибудь хочет узнать? Я завтра расскажу. Сегодня я не могу рассказать. Я просто скажу, что я знаю секрет. Знаю точный секрет, как быстро начать зарабатывать деньги. Кто-нибудь хочет узнать? Завтра. Ну а сейчас я хочу сказать. Завтра. Кто-нибудь завтра придет? Но это те, кому нужны деньги. Кому-то нужны деньги. Да. Если в семье у вас нет поддержки, это очень тяжело. Я знаю, что у нас больше в бизнесе женщины работают. И я часто сталкиваюсь с вещами, когда, слушай, мне муж запрещают, мне муж кидают, меня муж не пускают, мне муж... Ну и так далее. А есть мужики, которые жалуются. Меня жена пьет мокрой, тряпкой, говорит, что я сижу за компьютером и ничего не делаю. Как мне бы? Меня не поддерживают. Меня мама ругает. Меня там... То есть... Надо решать эту проблему. Надо обязательно решить эту проблему. Это очень важно. Рай его. Но все зависит от женщины. Хотите, я вам прочитаю один рассказ, если бы случай. Чтобы самое главное сказать завтра. Как стать быстрой бриллиантом. Хотите узнать? Так я хочу вам рассказать. Прямо вот горит все внутри. Но завтра. Умные женщины есть поднять руку? Есть. Правую руку поднять умные женщины. А мудрые есть женщины? Конечно. Но вы знаете. Если у вас в окружении, в вашем окружении есть много молодых, и вы сами молодые, вам повезло. Вы можете их привлечь в бизнес, и у вас будут стоять такие здоровые, крепкие ребята, умные, талантливые, девочки красивые, которые рвутся, у которых... Которые без башни, как говорили, рвутся к успеху. Если у вас есть люди в окружении, которым 30, 40, 50 уже лет, так, среднего возраста, и они нуждаются в деньгах, здоровье, и они в вашем окружении, вот, близко, то вам повезло, среди них можно подписать очень хороших людей, которые уже зрелые, которые уже умные, но тоже без башни. Которые тоже жажда в успех. Если в вашем окружении есть люди, которым за 50, и даже 60, и даже больше, то поверьте мне, среди них есть тоже такие, которые могут быть без башни. Вы можете среди них найти таких орлов. К женщинам обращаться. Это рассказ мудрой живины. Сегодня рано утром на нашей маленькой кухне в очередной съемной квартире, когда я жалила ему ишницу, он спросил меня с умылкой, ну как там твой бизнес? Сетевой маркетинг? Жанес так, что? При этом он, мой муж, самый близкий мне человек, отец моих детей, улыбался. И хитно. Я проволчал. Прошло два года. Этим утром мы решили позавтракнуть для себя в номере. Когда молодой парень-эфициант Грек Матутюжинов-Белым Китиле-Торжестина вкатил в номер красиво сервированный столик, мой муж неожиданно заявил, дорогой, я вот все думаю, пора уже нам заканчивать самодеятельность и больше времени уделять нашему бизнесу. Я решил профит свою работу и включиться в дело по полной. Надо добавить обороты. Прошло еще три года. Мой незаметно подтянувшийся, помолодевший, загоревый муж в белом атласном халате с бокалом свежевыжатого апельсинового сокола в руке прохаживался по террасе нашего нового дома на берегу Азриатического моря и раздраженно говорил, твой вариант презентации недостаточно выберет. Людям не хватает информации. Я не могу допустить, чтобы мой а у песни ростокомитета. Я тоже не правил. Я уже объявила подменение к моим ключевым людям. Я, 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 я вот что-то долго и горячо говорил. Я молча слушала и улыбалась. Радостно. Я это сделала. Девушки, девчонки, это я вам говорю. Банки в голове лень и включай мужиков. Завтра у нас будет тренинг и там будет самое важное. Я расскажу, как быстро научиться зарабатывать деньги. Кто-нибудь хочет быстро зарабатывать? Облогу. Самое ключевое слово, которое вынес за многие годы работы в сентябовом месяце, это знаете какое слово? Завтра. Это скорость. Скорость. Я обещал сегодня сказать некоторым людям послание такое короткое сделать. И на этом я закончу, потому что мне времени больше не дает. Послание короткое. Некоторые люди здесь, даже опытные и мало опытные тем более, не делают свою работу. Они увлекаются воспитанием своих партнеров. Они занимаются обучением. И они губят все. Самое важное, что вы должны сделать, чтобы разбогатеть, подписывать каждый день одного партнера. Если вы будете так делать, через год вы будете бриллиантом. хотите узнать, как вы будете делать? Завтра. Я желаю вам удачи! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ